Игруй нас, я Бог, Господи, прости. Спасибо, Господи, люди Твоя, и благослови нас Твоя, и Твои победы. Православным христианам нас напратил и не дарая, и Твои сохраняя крестом Твоим жительством. Спасибо, Господи, люди Твоя, и благослови нас Твоя, и Твои победы. Православным христианам нас напратил и не дарая, и Твои сохраняя крестом Твоим жительством. Спасибо, Господи, люди Твоя, и благослови нас Твоя, и Твои победы. Православным христианам нас напратил и не дарая, и Твои сохраняя крестом Твоим жительством. Христианам нас напратил и не дарая, и благослови нас Твоим жительством. Поклоняемся, благослови нас Твоим жительством. Славим! К кресту Твоему поклоняемся, благослови нас Твоим жительством. И святое воскресенье Твое слави, К кресту Твоему поклоняемся, благослови нас Твоим жительством. И святое воскресенье Твое слави. Из беседы святителя Назотовуста о кресте Господнем. Видишь, как крест является символом Царства Небесного. Хочешь знать другие тому доказательства? Но Христос не оставил Его на земле, поднял Его с Собою и вознес на небо. Откуда видно это? Оттуда, что Он имеет прийти с Ним во второе славное Своё пришествие. Чтобы ты знал, какая честь подобает кресту, для того Он назвал Его из славы. Но посмотрим, как Он придёт с Христом. Необходимо привести этому доказательство. Если скажет, говорит вам, вот Он в пустыне, не выходите. Вот Он в потаином месте, не верьте. Матфея 24 глава. Говорит так о своём втором славном пришествии ввиду лжехристов, лжепророков и антихриста, чтобы кто-нибудь, заблудившись, не попался последнему. Так как первое Его пришествие было тайным, то дабы ты не подумал, что и второе будет таким же, Он дал этот знак. Тому пришествию, естественно, бы быть тайным, потому что Он пришёл взыскать погибшее. Но то будет не таково. Как же, скажи, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. 24 глава Ивангелия от Матфея. Он явится всем сразу, и никто не будет иметь нужды спрашивать, здесь или там Христос. Подобно этому, как при появлении молнии, мы не имеем нужды спрашивать, явилась ли она. Так, когда совершается пришествие Христова, и нас не будет нужно исследовать, пришёл ли Христос. На вопрос о том, с Крестом ли придёт Он, мы не были, мы не забыли обещание. Выслушай поэтому следующее. Тогда, говорит, когда это тогда, говорит, когда это тогда, когда придёт Сын Человеческий, тогда солнце померкнет, и луна не даст света своего. Таково будет тогда изобилие света, что и самые блестящие звёзды станут невидимы. Тогда звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого, то есть Крест. Видишь, сколь велика сила знамения Креста, солнце помрачится, и луна не будет видна, и оно является и блистает, дабы ты знал, что оно светлее солнца и луны. Аминь. 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 Подходите, как присутствует, складывайтеся. Идите, верный же творящему древу поклонимся. На ним же Христос, царь славы, волю уруцу распрося. Вознеси нас на первое блажинство. Я же прежде враг, с властью украд, изгнанно от Бога сотвори. Придите, верный древу поклонимся. Им же с подобикомся невидимых враг сокрушите главы. Придите, вся отечественный язык, крест Господень, письме почтим. Радуйся, крести падшего Адама, совершенное избавление. По тебе, повернейшие цари наши, хвалятся. Те, которые силуют, исмаильтийские люди, державные покоряющие. Я ныне со страхом христиане, целующий на тебе, пригвоздившегося богославием, благолючем. Господи, на том пригвоздивайся, помилуй нас, яко благо человека любец. Придите, люди, приславные чудовидящие креста, силе поклонимся. Яко древо в рай, смей при себе. Сие же жизнь процвете, безгрешный, поимущий, пригвождена Господа. От него же все языцы нет ленья землю исчезавем. Иже крестом смерть упразднивай и насвободивай. Слава тебе! Слава тебе, Господи, в кресте твоем честном. У вас, пророк твоих, Исаия Давида, исполнися, Божий, благолючие, и придут все языцы, Господи, и поклонятся пред тобою. Спасибо, люди, иже твои я блажен, благодати наполнившейся во дворе твоих Иерусалима. Крест претерпевый за мной воскресеньем твоим, живостворяй, сохрани и спаси на им. Помилуй нас, Божий, поелицей, милости твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мы еще молимся в многострадальной стране нашей, в российской властях, в правительстве и всех православных христиан, в Отечестве России, несущих и о спасении их. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мы еще молимся в милости жизни, мир и здравия, спасения, посещения и прощения, оставления грехов, правов Божиих, всех непредстоящих и молящихся, всех заповедавших нам недостойных молитв.